В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. В за счет через суд почти 3 миллиарда рублей задолжали арендаторы земли в Самаре. Русская культура в Южной Корее. Два творческих коллектива представят Самару на празднике в городе Тхоньон. Курумыч снова принимает. В самарском аэропорту закончен неплановый ремонт взлетно-посадочной полосы. Почти 3 миллиарда рублей задолжали арендаторы земли в Самаре. Деньги, которые не заплатят добровольно, взыщут через суд. В должниках числятся больше тысяч организаций и граждан. В основном это строительные компании, которые получили участки без аукционов и даже бесплатно. Сумма долга варьируется от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей. При этом многие участки брошены и на них ничего не строят. 83-м должникам претензии направили напрямую. Сами арендаторы пока заплатили в бюджет 15 миллионов рублей долга. С остальными разговаривать будут в суде. Почти 100 решений уже вынесено в пользу города. Взыскать эти деньги планируют за полгода. На втором этапе собирать долги будут с организацией менее известных и тех, которые сейчас не строят. А после с неплательщиками может быть расторгнут договор аренды и участки выставят на аукцион. Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, в аренду под строительство землю будут давать на три года. Трехгодичный срок он будет подстегивать арендаторов. Во-первых, использовать по назначению участок, как можно быстрее реализовывать. То есть, чтобы не было в городе долгостроев. Реализация проекта в такой, например, короткий срок для той же стройки каких-то объектов в три года, он не позволит успевать накапливать вот эти вот самые долги. До первого сентября у самарских школ появится новая дорожная разметка. К началу нового учебного года готовятся не только школьники, но и дорожные службы. На совещании в департаменте городского хозяйства и экологии обсудили вопросы, связанные с работами по нанесению дорожной разметки и установке знаков, таких как «Дети» и «Пешеходный переход». Чтобы не мешать движению транспорта, работы будут вестись преимущественно в ночное время. Вице-мэр Владимир Василенко поставил жесткие сроки выполнения работ. Это касается по школам, там, где территориально расходоволагаются в районах. Сейчас мы все вопросы, связанные со знаками и с разметкой, должны к 25-му четко решить. Два творческих коллектива представят Самару на празднике в южнокорейском городе Тхоньон. 15 августа – одно из самых значимых национальных торжеств – День освобождения республики. Самарские артисты отправятся на гастроли 10 августа, 16-го вернутся назад. На праздничных площадках выступит вокальная группа детского музыкального театра «Задумка». Этот коллектив уже хорошо известен не только в России, но и за ее пределами. Артисты уже побывали с фольклорной программой в 30 странах мира и везде их принимали с овациями. Теперь им предстоит покорить корейскую публику, которая воспринимает русскую культуру как экзотику. Еще один коллектив, который поедет в Тхоньон дуэт, был олайк Самарской государственной филармонии. Его участники Дмитрий Буцаков и Дмитрий Косяков также выступают в народном направлении. Гастроли самарских артистов в Южную Корею состоятся в рамках программы культурного обмена, что предусмотрено соглашение между двумя городами, которые в июне этого года подписали глава Самара Олег Фурсов и мэр Тхуньона Ким Донг Чжин. Коллектив «Задумка» известен не только в Российской Федерации, но и далеко за рубежом. И максимально глубоко они понимают историю своего родного города. И крайне важно, что это поедут даже не взрослые артисты, а язык коммуникации, который несет ребенок, подросток сцены, молодой юноша или девушка. Он иногда своими эмоциями передает больше, чем мы можем сделать словами. А дуэт «Балалайк» – это ребята, которые работают на самарской сцене, в самарской области уже достаточно давно. И как никто другой, именно этот коллектив отражает все особенности нашей русской культуры. Они с детства знают, кто в доме хозяин. В лагерях «Волгаренок» прошло закрытие профильной смены школы будущих собственников жилья. Самарские волонтеры две недели изучали основы ЖКХ, жилищное законодательство с ведущими специалистами города. О том, чему научились дети и как они применяют свои знания на практике, узнала Алина Чемерес. Везде предупреждающие знаки, астрологи на дети, и также предупреждающие знаки дорог на движение. Также обратите внимание на разные контейнеры разного цвета мусорные. Это создано для того, чтобы люди могли сортировать мусор. Эти проекты готовили волонтеры школы будущих владельцев жилья. Так, по их мнению, должны выглядеть Самарские улицы. Главное – понять, как сделать город более чистым и уютным, и научиться с молодых лет быть хозяевами в своем доме. Мы научились сэкономить деньги на электроэнергии. Допустим, не ставить холодильники рядом с батареями, менять лампочки на энергосберегающие. Они узнают, как можно руководствоваться этим законодательством в повседневной жизни. Как получается, что формируется товарищ собственник жилья. Как правильно, чтобы каждый житель знал весь расклад квитанций, которые приходят к ним, и могли бы объяснить, и самое-то главное – защитить свои права. 14 отрядов, более 200 школьников и студентов. В лагере волонтеры не только обучались основам ЖКХ, но и следили за чистотой. За две недели отдыхающие привели в порядок территорию у корпусов, благоустроили клумбы. Родители самых активных волонтеров за воспитание детей наградили памятным знаком Куйбышев «Запасная столица». Я всегда говорю, девочки, вы – мое лицо. И на моих примерах они также поступают к людям с радостью, с любовью, с добротом. И делают добродетель. Силы волонтеров – сплоченности, говорят отдыхающие. И в подтверждение своих слов на торжественной церемонии закрытия смены исполняют флешмоб. Алина Чемерис, Константин Головин, События. В Самаре еще одним уютным уголком стало больше. На пересечении улиц Калинической и Чернореченской в рамках фестиваля цветов разбили новую клумбу. Члены молодежного совета не поленились и на каникулах выполнили непростую работу. С какими трудностями столкнулись ребята, выяснил Андрей Горгуленко. Даже и не верится, говорят жители, что еще совсем недавно на месте этой ухоженной клумбы был запущенный газон. Ради этого молодые активисты усердно трудились в течение двух недель. Признаются, самым трудным было столкнуться с пессимизмом горожан. Многие говорили, что цветы будут выдернуты в следующий же день, зря вы все это делаете. Но мы верим в жителей района и верим, что эта клумба продержится до следующего года. Хотелось бы, чтобы жители города тоже помогали нам с этим. Но большинство жителей все же рады переменам и надеются, что таких цветочных оазисов станет больше. Слушайте, это самое главное. Делать из планеты загрязненной цветущую – это самое большое дело в жизни. Поэтому я рада за наших ребят, хочу их искренне поздравить и пожать им их руки, что они сделали замечательное дело. В администрации Ленинского района Самары уверены – это только начало. Общественные проекты по благоустройству города обязательно будут поддерживаться и развиваться. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Далее коротко о других темах дня. После внезапного ремонта взлетно-посадочной полосы работа Самарского аэропорта «Курумыч» восстановлена. В понедельник аэровокзал перестал отправлять и принимать рейсы. Ограничения ввели из-за повреждения днем полосы во время взлета из «Курумыча» в Ереван лайнера «Аэрбас А320». Сообщалось, что разрушение покрытия произошло от реактивной струи двигателей. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Ремонтные работы завершены по плану сегодня в 4 утра. Всего из-за сбоя в работе задержаны 15 рейсов. На данный момент все они прибыли и вылетели. За полгода в регионе почти 1200 человек отравилось суррогатным алкоголем. 188 из них умерли. Таковы данные Самарского управления Роспотребнадзора по Самарской области. Надзорное ведомство напоминает, категорически не следует приобретать алкоголь в неустановленных для его продажи местах у неизвестных лиц по заниженной цене на разлив в пластиковой незаводской таре. При покупке алкоголя в торговой сети нужно всегда обращать внимание на наличие акцизной марки, качественной этикетки и упаковки. Даже качественный алкоголь может довести до тюрьмы. Жители Кенеля будут судить за то, что, будучи пьяным, он сообщил о ложном заминировании железнодорожного вокзала в Самаре. Это произошло 17 июня, как сообщает региональная прокуратура. Материальный ущерб от такого баловства был оценен почти в 32 тысячи рублей. Вину обвиняемый признал полностью. Минимальное наказание, которое грозит шутнику, это штраф в 200 тысяч рублей. Максимальное лишение свободы на срок до трех лет. Новостройки Самары подешевели в среднем на 3% за июль. Заметнее всего, в стоимости потеряли квартиры в Советском районе. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав более 12 тысяч объявлений о продаже недвижимости. Кроме Советского района, квартиры подешевели в Кировском, а вот в Железнодорожном, Куйбышевском и Ленинском, наоборот, подорожали. С 9 по 13 августа в регионе действует высший класс пожарной опасности «Пятый». Это значит, что посещать леса строго запрещено. Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает, что нарушителям режима грозят ощутимые штрафы. Гражданам придется заплатить до 5 тысяч рублей должностным лицам до 40, юрлицам до полумиллиона. Спасатели просят, если вы заметили в лесу небольшой пожар, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Добро пожаловать в будущее. В Тольятти прошла презентация инфраструктуры технопарка. Хорошо ли устроились? Региональный министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова навестила детей из Луганска. Жесткий контроль. На улице Новосадовой проверят качество нового асфальта. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов, на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова